Патриотическое воспитание и просвещение молодежи, сохранение памяти в подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны – основные цели выставки «Мы помним», открытие которых состоялось на днях в историко-культурном центре города Видное. Какие сюрпризы ожидали гостей выставки, кто был в числе посетителей и как долго продлится экспозиция, узнаете из репортажа Ларисы Вольновой. Мы помним, именно под таким названием районный историко-культурный центр и военно-исторический центр города Видное организовали выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Еще перед входом в здание ЕКЦ всех гостей встречал автомобиль «ГАЗ-АА» – знаменитая полуторка, исколесившая все фронтовые дороги от Москвы до Берлина. Также здесь можно было увидеть 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года, так называемую «сорокапятку», которая использовалась на самом начальном этапе войны. На торжественное открытие выставки приехали многочисленные гости – представители районной и городской администрации, силовых структур Ленинского района, краеведы, ветераны войны, учащиеся видновских школ. Мероприятие открыл глава Ленинского района. Прежде всего мы бы хотели, чтобы наши ребята своими глазами увидели, руками потрогали и почувствовали в то время. Время героическое, время необыкновенное. Ведь каждому должно совершенно точно стать понятным, что его жизнь возможна благодаря тому, что 27 миллионов наших соотечественников погибли на полях Второй мировой войны. Выставка проводится в первую очередь для молодежи с целью популяризации военно-исторического центра. Среди задач выставки – патриотическое воспитание и просвещение молодых людей, вовлечение их в поисковое движение и военно-историческую реконструкцию. Мы обязаны помнить, наши герои, мы обязаны помнить, что такое Россия, откуда она взялась и почему она остается великой державой. В ходе мероприятия звучали речи выступающих о целях и направлениях работы центра, о материально-технической базе и создании парка техники, о патриотизме и многом другом. Эти выставки показывают нам наше прошлое, то есть очень великое прошлое, когда мы отстояли свою страну. Глядя на солдат того времени, хочется брать с них пример, и мы пытаемся подражать ими. Это удивительные люди, ими стоит гордиться, потому что они невозможное совершили. Больше всего приглашенные ждали самой интересной части мероприятия – знакомства с выставочной экспозицией. Итак, небольшие залы, множество экспонатов и очень насыщенная выставка. На информационных стендах можно было познакомиться с материалами о поисковых отрядах города Москвы, Ржева, Зубцова и Ленинского района. Здесь коллекция уникальных археологических экспонатов, найденные на местах боевых действий Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Также экспонаты из личных коллекций и предоставленные поисковыми движениями разных регионов. Дмитрий – один из организаторов выставки, тоже занимается поисковой работой. Ты прикасаешься к живой истории, ты непосредственно своими руками достаешь те вещи, которые имеют свою ауру. Каждая поднятая вещь, взяв ее в руку, ты можешь представить, как это происходило. И тебе передается та энергетика, которая эта вещь оставила с собой в земле. Ты ближе понимаешь и чувствуешь то, что происходило тогда, и что чувствовал тот человек, который эту вещь имел в руках. Будь то оружие, котелок или что-то еще. В зале реконструкторов посетители знакомились с воссозданными экспонатами времен войны, униформой армии противоборствующих сторон, наград военного времени и масштабно-габаритными макетами стрелкового вооружения. Это известная, ставшая уже нарицательной винтовка Мосина, трехлинейка. Вот этот экспонат, он имеет отличие от более поздних. Это образец еще царской винтовки, потому что имеет граненый казенник. Приходите в историко-культурный центр города Видное с 26 марта по 3 апреля. Всех посетителей выставки ждет фильм и увлекательная экскурсия. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.